В одном из номеров этой базы обнаружено 4 трупа. На территорию пока не пускают. На базе продолжают отдыхать люди, но давать комментарии им запретила администрация. Ребята, я что непонятно сказал? Вы на частной территории. И не снимайте. Не снимайте. Вы на частной территории. Заметив камеру, Виктор Королёв, владелец турбазы «Глобус», отреагировал весьма агрессивно. Начал бросаться на виде оператора, швырять съёмочную группу камней, а у нашего водителя пытался отобрать телефон. Вот тут написано. Снимите. Аккуратно. Машину убирайте. От каких-либо комментариев владелец турбазы, где погибла целая семья, отказался. На контакт не пошли и отдыхающие. Они спешно разбегались по своим домикам. Примечательно, что дом, в который заселились Кременских, находится прямо напротив административного. Всего в пяти метрах от него. Но от чего-то никто из сотрудников комплекса не удивился. Отсутствию гостей на территории «Глобуса» или «Света по вечерам» не пришёл прибирать в номере на протяжении пяти суток. Под вами будет земля, говорит. В аду. Убирайте, 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 ребят, убирайте. Цивилизованно так. Убирайте. Вот вы цивилизованы. Понимаете, ситуация какая-то? Да, понятно. Тебе уже о вечном нужно думать. О чём думал сам хозяин, когда решил установить бензиновые электрогенераторы в бойлерной прямо под номером погибших, остаётся загадкой. А ведь именно это решение, как выяснилось, и стало роковым. Оборвались жизни сразу четырёх человек. Проведён следственный эксперимент, по результатам которого установлено, что работа генератора в помещении бойлерной явилась причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших. При этом его концентрация превысила предельно допустимые нормы. Сегодня сотрудники Роспотребнадзора подтвердили также журналистам, что в «Глобусе» нарушали рекомендации по профилактике коронавируса. С данными методическими рекомендациями предусмотрена ежедневная уборка с применением номера, с применением дезинфицирующих средств. Не проводили уборку, не меняли своевременно постельное бельё и до полуночи крутили музыку в местной пивнушке. Такие отзывы от возмущённых, отдыхающих в «Глобусе» сегодня пестрят в социальных сетях. Люди недовольны и качеством сервиса, и соблюдением норм безопасности. К слову, в день обнаружения тел на другой турбазе в том же Алтайском районе случился пожар. Пострадали несколько человек. Двое были госпитализированы. Семье из Новосибирска, чтобы спастись, пришлось прыгать с третьего этажа. Вот что пишут наши коллеги, сотрудники сайта НГС. Проснулась в час ночи от запаха. На балконе дым разбудила мужа, побежала за сыном. Прыгали на одеяло с третьего этажа, еле спаслись. Через секунды загорелась часть номера, где мы жили. Никто не будил, пожарной сигнализации не было, огнетушителей не было. По словам сибирячки, всего в сгоревшем корпусе находилось около 25 человек. Ребёнок после прыжка упал в обморок. Позднее у всей семьи были диагностированы ушибы. Но они рады, что хотя бы остались живы. А вот семью Кременских из Барнаула сегодня провожали в последний путь. Прощание состоялось в Барнаульском крематории. Почтить память пришли родственники, друзья и коллеги. Все говорили о них, как о солнечных и жизнерадостных людях. Невосполнимая утрата как человека, как специалиста. Нам очень сложно будет его заменить на самом деле. Это товарищ, друг, коллега. Если так, как следователи говорят, это, мягко говоря, полная безалаберность со стороны руководства, со стороны базы отдыха. Неужели нельзя зайти и посмотреть? В крайней мере, уборка должна быть. Всю семью можно характеризовать – это люди солнца. Это очень доброжелательные люди. Родители его настолько любили, детей, что я более любящих родителей, наверное, не видела. Это очень интеллигентные, очень доброжелательные люди. Он всегда мог поддержать, мог выслушать, мог дать какой-то совет вообще. То есть был человек реально солнечный, просто солнечный мальчик нашей группы. Без него сейчас группа вообще не представляется. За безалаберность ответит владелец турбазы. Его накануне задержали и предъявили обвинение. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Виктору Королеву, который до окончательного вердикта суда будет находиться под стражей, грозит до 10 лет тюрьмы. Добавим, в ходе расследования правоохранители установили массу противопожарных нарушений во всех зданиях базы. Руководству предписано срочно их устранить. Отдыхающих уже выселили, а глобус взяли под круглосуточную охрану. И сегодня же прокуратура края инициировала свою проверку на базе отдыха. Что касается ревизии других туркомплексов, за минувшие выходные спасатели обошли 15 объектов, но пока с целью профилактики. Объектам вручены предостережения о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности. С персоналом объекта и руководителями проведены беседы и инструктажи. В Алтайском районе спасатели установили также временный противопожарный пост. Пока это все меры, которые предприняты для обеспечения безопасности отдыхающих со стороны властей и ведомств. Как подчеркивают последние, в первую очередь это ответственность владельцев туркомплексов, цены на услуги которых, к слову, в этом году взлетели в разы. София Яценко, Илья Халяпин, Никита Ермаков и Александр Антропов. День с толком.